Слава Богу, братья и сестры, мир вам! Слава Богу, можем быть здесь, братья и сестры. Есть время, есть возможность. И хотелось бы поделиться тем, что есть то, что просил у Бога, то, что хотелось бы донести до каждого из нас, и в первую очередь, наверное, самому себе, братья и сестры, из состояния однажды в состояние постоянства. Знаете, жизнь наша, я думаю, вы согласитесь, все время во что-то вытекает, во что-то переходит. То есть, если, например, однажды рождается человек, то возрастаем, переходит какой-то другой возраст. Я недавно общаюсь с знакомым, он говорит, пытался, что как-то наладить общий язык с молодым человеком переходного возраста, и говорит, немножко там, как бы, ну, повысил голос, и говорит, в 8 месяцев я не смог больше с ним общаться. То есть, говорит, вот как закрылся, и 8 месяцев я не мог достучаться, то есть переходный возраст. Но когда он задавал вопрос, говорит, а когда этот возраст закончится? Знаете, про себя думаешь, у кого-то он и не заканчивается, кто-то и остается в этом возрасте, порой смотришь, что надо идти дальше, люди закрываются, замыкаются, останавливаются. Но, знаете, люди, когда взрослеют, они переходят, переходят дальше, идут вперед. Я в отношении того, что в любом случае человек постарше, он смотрит по-другому на происходящее вокруг. То есть ты видишь, что если молодой, то, знаете, в каком-то возрасте, вспоминая себя, знаете, одна тенденция была родителям, что вы мне рассказываете, я все знаю, я умею, я умею жить, как бы перестаньте, это было ваше время, сейчас другое время, сейчас все по-другому. Теперь ты понимаешь, что без разницы, какое время, есть определенные моменты в жизни, которые не получится переступить, то есть ты должен перейти туда, ты должен идти дальше. И, знаете, написано, что много мест написано про однажды и много мест написано про постоянство. Но хотелось бы обратить наше внимание, что самый необходимый, важный, жизненно важный переход, это из однажды переход в постоянство, чтобы человек не оставался в этом однажды, и там дальше несколько мест писаний как бы хотелось перевести, чтобы, знаете, видно было в своей жизни то, что ты движешься вперед, потому что это важно для каждого из нас, этого хочет Господь от каждого из нас, чтобы не стояли на месте, а двигались дальше, шли дальше, то есть больше познавали его, чтобы наше время, которое мы уделяем тому, чтобы познавать его, оно увеличивалось, чтобы время пребывания твоего в доме Господнем, оно увеличивалось, чтобы ты больше находился здесь и больше в этом пребывал. И, знаете, рождаясь человек, однажды родившись, там есть одно местописание, где написано, что человек проживая жизнь умирает однажды потом суд то есть все это происходит один раз если можно так выразиться то есть по плоти человек рождается один раз он родился он растет и он возрастает но возрастая знаете кто с детства в церкви по милости божья некоторых вещей он не познает но общество но диктует немножко свои условия и на те все преподносится в таком ракурсе что надо все попробовать надо побывать везде живем одну жизнь как бы можно это от этого никому плохо не станет все и порой жизни человека однажды приходит грех то есть он приходит найти это не сразу приходит таким явным видимым образом то есть человек еще кто-то сомневается кто-то боится какие-то определенные вещи а кто-то просто это делает и на основании слова божьего мы читаем что это книга судей 16 глава там первым стихом написано про самсона пришел однажды самсон в газу и видев там блудницу вошел к ней то есть из этого вытекает из этого однажды вытекает последствия то есть это не было сразу постоянным этого найти не было сразу какого-то видимого явного образа то есть видно что мы читаем что написано однажды это было однажды это не было найти каким-то может быть частым посещением написано однажды пришел то есть самсон пришел и вторая книга Царств написана про Давида, 11 глава, вторым стихом. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровлей купающуюся женщину, та женщина была очень красива, однажды вышел, то есть там однажды и здесь однажды, но выходят определенные последствия из этого однажды, то есть кто-то, знаете, без помощи Господней, он из этого состояния однажды, он перейдет в постоянство». У меня как-то я подходил к брату Александру, знаете, я уже говорил об этом человеке, я просто не знаю, как ему это объяснить, три года назад я его встречаю, говорю, слушай, ты же знаешь, он только освободился, знаю, долго не протянешь, умрешь, да, понимаю, через года полтора пишут, привези поесть, потому что просто умираю, все, просто вот, ну, хорошо, понимаешь, приехал, понимаю, через год выход, выхожу из магазина, встречаю там, ребята, там, ну, определенного образа жизни, как бы, и когда они начинают рассказывать, говорю, ребята, я из тех же, мне не надо рассказывать, там, эти, ну, долгие вот эти подходы, перестаньте, пожалуйста, вот, моя визитка, позвоните, надо менять что-то в жизни, потому что просто погибнете. Потом я вижу вот этого молодого человека, который встретил возле магазина с тем человеком, которому я уже два раза или три приезжал, то есть они вместе. Потом они оба только с периодичностью проскакивают в заведении, куда ездит служить команда истоки. Как им объяснить, что Бог стучится не однажды, он уже постоянно к ним стучится. То есть ты замечаешь, что это не просто была какая-то разовая подача информации, один раз, второй раз, третий раз, четвертый, при этом ты замечаешь, что с каждым годом человеку легче не становится, уже определенная инвалидность, уже травмы серьезные появились, и ты понимаешь, что Бог, Он не работает с нами, знаете, однажды, Он работает с нами постоянно, Он зовет человека постоянно, вспоминая свою жизнь. Это не было, что Бог разово постучался, знаете, я как бы не слышал, я не знал, ты смотришь, что Бог стучался, Бог зовет и Бог видит то, что людям тяжело, потому что, знаете, уже разговаривая с Ним сейчас, Он говорит, теперь я понимаю, надеюсь, надеюсь, что, знаете, для меня это было большое свидетельство, надеюсь, что Бог достучится до его сердца, как бы своими силами, я понимаю, что эту работу произвести невозможно. И вот мы читаем здесь, что грех в жизнь людей пришел однажды, без Божьей помощи это все переходит в постоянство. Вот так вот просто висеть в воздухе у человека самого по себе не получается, справиться с этим у человека не получится. Мы читаем про Давида, когда вышли последствия, вот этого однажды, то мы читаем, что он покаялся, он говорит, я понял, я понял, что это произошло, я понял, что надо каяться, надо принимать ответственность, брать ответственность за свои поступки на себя. Но, братья и сестры, читая Слово Божье, мы видим, что однажды, на которое хотелось бы обратить внимание и постоянство, к которому хотелось прийти, оно находится в Боге. То есть это не то, о чем, знаете, я сказал вначале, это, читая, мы видим 1 Петра, 3 глава, 18 стихом, «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу». Христос, чтобы привести нас к Богу. То есть мы не сами пришли, нас кто-то привел. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом. То есть он пострадал однажды, его жертва несоизмерима ни с чем, он Сын Божий. То есть его жертва, она была однажды, и этого достаточно, чтобы приходить сюда постоянно, приходить ко кресту, приходить, просить прощения, каяться, принимать его новую жизнь, принимать его обновление, то есть этого достаточно. Он умирал однажды, он умер и умер для того, чтобы мы пришли, то есть он привел нас к Богу. Мы видим, что вот с этого однажды, знаете, начинается жизнь человека, то есть однажды человек приходит в церковь, однажды человек посещает дом молитвы. Я вспоминаю себя, мне, знаете, казалось, что все на самом деле по-другому, но ты приходишь, разум он отталкивает информацию, которая собиралась долгие годы, ты внутренностью чувствуешь, что ты на правильном месте. Вот внутренностью ты чувствуешь, что отсюда тебе уходить не хочется. Я уже об этом говорил не раз, мне порой заканчивается служение, Наташа, говорю, я лягу там, буду лежать, говорю, я не поеду домой, я хочу быть здесь, мне здесь нравится, говорю, это то место, где хочется быть. Как бы вы едьте, я останусь, я побуду до вечера, я буду слушать дальше, не хочется, чтобы, кажется, и понедельник приходил, просто хочется слушать, слушать и прославлять, слушать и прославлять, то есть для этого умирал Христос. Дальше написано, что когда Никодим пришел к Иисусу Христу, знаете, мы уже, я уже сказал то, что человек рождается однажды по плоти и также рождается он однажды свыше. Потому что раньше для меня было это вопросом, как бы мне интересно было, то есть если человек родился свыше, потом какие-то вопросы в жизни появляются, приходя обратно, рождается он однажды, братья и сестры, рождается он свыше однажды. И Никодим задавал эти вопросы Иисусу Христу, там это Евангелие от Иоанна, третьей главой, между Фаисеем был некто именем Никодим, один из начальников иудейских, он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему ответ, истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может видеть Царствие Божие. То есть рождение свыше, оно происходит однажды. То есть Иисус Христос, Он умирал, братья и сестры, для того, чтобы мы пришли к Богу. Человек рождается свыше. Человек рождается свыше для чего? Для того, чтобы познавать Его. Почему, знаете, приходя на это место, мы понимаем, что рожденный свыше человек, он, знаете, это заметно, это видно, и ты видишь по себе, какие перемены внутренние происходят. Потому что порой, я вот этим летом, у меня такие, про рассвет сегодня говорилось, у меня такие подъемы порой были, я не узнавал себя. Мне казалось, неужели это я? И ты понимаешь, что Господи, слава тебе за твою милость, вообще, что ты не оставил. Что ты позвал к себе, что ты даешь эту новую жизнь. Ты понимаешь, что дает рождение свыше только он. То есть человеку необходимо родиться свыше однажды. Но, знаете, как я уже сказал, что человек, рожденный, он возрастает, так и рожденный свыше он возрастает. То есть человек, рожденный свыше, это важно человеку идти дальше, не оставаться в том возрасте, знаете, когда по первой же молитве, по первой же просьбе к тебе приходят ответы, потому что это видно сразу, как только человек кается, эти молитвы открытые, простые, ты вспоминаешь ответы буквально моментально приходили. Слушая свидетельства, знаете, людей, которые только покорились, ты замечаешь, что сразу получали то, о чем просили. Ну сразу же, буквально на следующий день, или прямо вот, прямо в этот момент, потому что у меня были такие моменты, что я заявлял нужду, а за это молился три месяца. А потом ты узнаешь, что на эту нужду ответ пришел сразу же. То есть сразу же Бог отвечает, потому что младенец, только родился. То есть, знаете, лелеет, то есть Бог любит каждого из нас. И мы читаем также в послании к кремлинам, 6 глава 10 стихом, «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Он умер для греха. Человек умирает для греха. То есть невозможно родиться свыше, при этом не умереть для греха. Я понимаю, что написано, когда Павел говорил, что «я каждый день распинаю свою плоть». То есть плоть, она противится. Она все время хочет, чтобы вернуться к тому однажды, которое было в начале про Самсона и про Давида. Но Дух, Он тянется. Он тянется к Богу. И Он хочет быть здесь. Он хочет, знаете, трудиться над тем, чтобы, знаете, прославлять Бога, чтобы славить Бога, чтобы жизнь твоя, она менялась. И, знаете, чтобы это все, оно было во славу Божью. Евреям, 7 глава, 27 стихом. «Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертв сперва за свои грехи и потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, перенеся в жертву самого себя». То есть я уже сказал, жертва Его, братья и сестры, она не соизмерима ни с чем. И, знаете, когда ты вдумываешься в это все, то разумом принять это невозможно. То есть это такая информация, над которой ты, чем больше ты размышляешь, тем больше, если можно выразиться, становится непонятно. Потому что Сын Божий умирал за тебя, и когда ты еще не знал о Нем ничего, и потом, когда ты приходишь, ну, я не знаю, как у кого, а я пришел избит и измучен. Я пришел просто изнурен так, что, знаете, я вспоминаю себя, ну, я не знал вообще, что делать мне дальше. Но при этом ты понимаешь, что за тебя умирал Христос, умирал Он однажды. И этой жертвы достаточно, братья и сестры. Он умирал, чтобы мы сегодня жили, чтобы мы могли приходить сюда, на это место, чтобы мы прославляли Его, чтобы могли обратиться к Нему. Написано, что ранами Его мы исцелились, братья и сестры. Что за счет вот этой жертвы мы можем, знаете, можем молиться, можем просить, можем ходатайство друг за друга. И написано, что Он совершил это однажды, то есть Он сделал это однажды. И, вы знаете, самый, наверное, важный вопрос, когда человек из жизни грешной переходит в жизнь, в разряд спасенного человека. Вот эта радость, ее не передать словами. И когда ты видишь, что человек принимает Христа, когда он кается, когда замечаешь какой-то период времени, что жизнь его меняется. Но, знаете, то, что дает нам Господь однажды, ее вот это, знаете, то, что Он нам дает, нужно поддерживать постоянно. То есть, если Он дал нам однажды свободу, то в послании Галатам написано, итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Стойте в свободе, не однажды, а постоянно. То есть, ну, ты понимаешь, что, знаете, однажды Он тебе ее даровал, дал даром и по милости, то поддерживать эту свободу нужно постоянно, стоять в ней постоянно. Написано, не победитель наследует, а побеждающий. То есть, сражение идет постоянно. И, знаете, интересно, что победы не бывает без сражения. То есть, в любом случае, человек вступает в борьбу. Потому что часто задают вопросы, знаете, каково было на первых порах, то есть, зависимость все-таки там серьезная, как это все, никто не говорит, что легко. Естественно, ты понимаешь, что именно в этом месте Бог тебе дает свободу, но ты видишь привычки твои, они как бы дают о себе знать, образ мысли какой-то. Ты понимаешь, что в каждом дне нужно прилагать усилия, в каждом дне нужно стараться и в каждом дне нужно что-то делать для того, чтобы ценить эту свободу и стоять в ней. То есть, в постоянстве чистота, братья и сестры, Бог очищает. Бог очищает человека изнутри. Потом меняется внешний вид, не наоборот. Сразу внутренне человек получает свободу и видно это, отображается это, знаете, уже впоследствии над человеком. Даже, знаете, человек, когда во грехе, явном грехе, он даже с виду черный. То есть, видно, что человек чернее, то есть, темный становится, когда Бог возрождает, человек, я помню, увидел, встретил знакомого, он говорит, ты, может, заболел? Говорит, что ты тут белый такой побелел? Я говорю, слушай, ну жизнь меняется, жизнь меняется, ты просыпаешься, просто живешь по-другому, организм работает по-другому. И чистота, братья и сестры, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, не находя, говорит, возвращаюсь в дом мой, откуда вышел. И придя, не находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злещих себя, и выйдя, живут там. И бывает для человека того последних уже первым. Придя, находит его выметенным и убранным. Братья и сестры, кто убирает наш дом, внутренний дом? Не мы сами. То есть, свободу вот эту, знаете, разум чистый, разум верный нам дает Господь. Мы сами, мы не можем этого сделать. Но при этом, когда он это все убирает и освобождает человека, поддерживать это нужно постоянно. Не однажды, не тогда, когда настроение есть, когда, знаете, по выходным, по будням, знаете, как в армии переходим на трехразовое питание, понедельник, среда, пятница. То есть, не про это, братья и сестры, а постоянно, в постоянстве, в каждом дне. То есть, знаете, читая, ты обращаешь внимание на одну составляющую человека, который служит и добился чего-то в служении. То есть, мы на основании Слова Божьего. Это было постоянство. Это было постоянство. То есть, не тогда, когда есть настроение, когда хорошая погода, когда условия позволяли, когда люди вокруг собирались. Это было постоянство и неотступность. То есть, он в постоянстве, человек, это делал. Знаете, я услышал такую интересную мысль, очень понравилось. Вдумайтесь только. Быстро – это медленно, но без остановок. То есть, делать это постоянно. Потому что хочется, знаете, быстрых каких-то целей, но в тот же момент ты замечаешь, что если, знаете, наше питание, какое оно постоянное, или мы наедаемся раз на год. То есть, мы же делаем это постоянно. То же самое происходит с возрожденным духом. Питание, оно нужно постоянное. Не тогда, когда удобно, тогда, когда хочется, а постоянно. Знаете, потому что порой эмоции, они идут впереди. Человек, кажется, загорелся, я буду это делать. Через неделю эмоции ушли. Все. И, знаете, у меня вообще недавно так это местописание так открылось. Никогда над этим не задумывался. Про прощение. То есть, однажды, братья и сестры, нас простили. Однажды нам простили все. Это было однажды. То есть, я понимаю, что Господь прощает нас каждый день за наше прекращение, но покаяние – это прощение всего того, что было раньше. И в притче написано, что когда Господин простил рабу своему долг, то раб своему другу простить не смог. Раб своих привычек, своих каких-то, знаете, амбиций, он не может прощать. Раб не может прощать. То есть, Бог дает власть, чтобы прощать людей. Прощать то, что, знаете, порой, кажется, простить невозможно. Или, знаете, как уже говорил про переходный возраст, кажется, человеку одно слово, и «ах, так», все. Если было «ах, так», то потом тяжело достучаться. Братья и сестры, Бог простил нам однажды. Сколько раз написано, нужно прощать брата своего? Сколько раз? Постоянно. Постоянно прощать. Не однажды, я там, придет время, я тебя когда-то там прощу, мне станет легче, или там мы с тобой не будем видеться. Я тебя-то простил, но видеть тебя не могу, как бы. Братья и сестры, прощать постоянно. То есть, чистота, она поддерживается постоянно. Мы читаем, что свободу поддерживать постоянно и прощать постоянно. знаете это то что важно необходимо каждому человеку но много очень мест писаний которые подчеркивают что состояние человека она определяется духовным постоянством это не просто знаете там что-то делать постоянно это то что говорит нам слово божье то есть это не какие-то мои знаете добавление или то о чем хотелось бы сказать постоянно говорит об этом слово божье вникай в себя и в учения занимайся сим постоянно то есть этим нужно заниматься постоянно в себя и в учении там дальше написано что и себя спасешь и слушающих себя то есть когда ты занимаешься тем чем надо ты можешь повлиять на людей ты можешь повлиять на людей когда сам принимаешь правильно верное решение деяние книга 6 глава 4 стихом а мы постоянно пребудем в молитве и служение слова постоянно пребудем в молитве знаете постоянство молитве на на самое частое слово сочетание которое встречается слова божьем постоянство в молитве деяние 1 петра 1 глава 22 стихом послушанием joy истине через духа очистив души ваши к нелицемерному брата люби постоянно любите друг друга постоянно любить и друг друга чистого сердца постоянство в том чтобы идти работает на созидание то чтобы чтобы приносить пользу от того, что мы спасены от того, что Христос однажды умирал. Деяния 2 глава 42 стихом. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Постоянно пребывали, то есть не постоянно приходили, а были в молитвах, находились в молитвах. Пастор часто отмечает, что если нет возможности у кого-то рейса, то в духе быть, в духе быть в молитве, вместе молиться, вместе искать его лица. И Колоссянам, наверное, один из всех стихов, которые, знаете, часто приходят на память. То есть глубина такая, что, кажется, размышлял бы и размышлял бы. То есть Слово Божье, оно настолько вот интересно открывается. То есть ты вначале подхватываешь на вторую половину стиха, как бы не обращаешь внимания. Колоссянам 4 глава 2 стихом. Будьте постоянны в молитве. Будьте постоянны в молитве. Бодрствия в ней с благодарением. То есть будьте постоянны в молитве, при этом бодрствия в ней, еще и будьте благодарны. Братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы в этом однажды, когда нам Господь дает свободу, когда Он нас очищает, когда Он нас прощает, чтобы мы там не оставались, чтобы мы шли дальше, шли дальше, чтобы в постоянстве искали его лица, в постоянстве находили, знаете, написано в общении, в молитве, при ловлении хлеба, в постоянстве искали его лица, в постоянстве, знаете, прощали, потому что это очень важный вопрос. Пусть, братья и сестры, каждого из нас Бог благословит, Благословит. Это то, чем хотелось бы поделиться. Аминь. Слава Господу.